В Иркутске состоялся Всероссийский фестиваль «Человек и вера». Событие объединило журналистов со всей России. На протяжении трех дней в столице Приангария проходили мастер-классы, экскурсии и семинары, посвященные документальному кино, телевизионным и радиорепортажам, программам и передачам. На большой фестиваль пригласили и представители телекомпании «Актиз». Обо всем подробнее расскажет Андрей Иванов. На минувшей неделе впервые в Иркутске прошел Всероссийский фестиваль «Человек и вера». Это масштабный проект, который уже 11 лет организует Всероссийская государственная телерадиокомпания. Он объединяет журналистов России, поднимающих в эфире телевидение и радио сложные вопросы совести, человечности и веры. Свои фильмы, программы, проекты, передачи, а также теле- и радиорепортажи на конкурс прислали журналисты из 75 регионов страны. Телекомпания «Актиз» направила на конкурс репортаж о восстановлении мужского монастыря в князе Владимирском храме. На фестиваль прибыли более 70 участников, чьи работы отобрали в шорт-лист. Три насыщенных дня участники провели в столице Прибайкалья и не только. Для гостей из разных городов России наши организаторы устроили экскурсию по знаковым местам города и, конечно же, у многих исполнилась мечта – побывать на Байкале. Конкурсанты оценили и образовательную часть программы, мастер-классы и творческие семинары. Итоги подвели в Иркутском драматическом театре. Победители определили в шести номинациях лучшим телевизионным фильмом признана работа «Стать свободным» Ольге Тимохиной из ГТРК «Кубань». В номинации «Лучший телепроект» победила Яна Уланова ГТРК «Новосибирск» с программой «Письма из прошлого». Лучшим телевизионным репортажем стал материал Денисыч, подготовленный нашими коллегами из ГТРК «Иркутск». Приз в номинации «Лучший радиопроект» отправился в Тыву. Его получила Саяна Салчак за работу «Во что верит доброволец Тунгус». Лучшим радиорепортажем признана работа «Живая история Чувашии» Маргариты Львовой. В номинации «Лучший материал об СВО» победил документальный фильм «Брат ты мне» телерадиокомпании «Иркутский Кремль». Мы сюда привезли информационный сюжет, который сняли в этом году в полуразрушенном городе Кременная, близко к линии фронта. Там послушники монастыря из Краснодарского края сами лично выпекают свежий хлеб. Два раза в сутки они раздают его нуждающимся. Ну а высшей наградой фестиваля и премии в 100 тысяч рублей удостоился документальный фильм Вероники Тивиковой и Оксаны Пестовой «Человек света» ГТРК «Самара». По словам членов жюри, все, кто прибыл на фестиваль, уже победители. И когда мы уйдем со сцены, мы станем словами вселенной, и будем течь в ваших венах слова. Слова в ваших сердцах. Мы просто слова. Андрей Иванов, Антон Бархатов. Местное время.